13.05 в Кирове, у микрофона Светлана Занько, это программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня будет выражать Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки НКО. Олег, добрый день. Добрый день. Данные минуты в Сахаровском центре проходит гражданская панихида, прощение с Борисом Немцовым. Я видела в Фейсбуке, что вы очень активно участвуете в обсуждении того, что произошло, и в частности участвуете в обсуждении, реакции или реагируете на то, как реагируют другие люди на все события, которые последовали после убийства Немцова, на высказывания, на позиции. Очень жёсткие, хлёсткие фразы у вас в ваших постах. Скажите, пожалуйста, в такой ситуации, как сейчас, когда убивают такого известного политика, известного человека просто, можно ли остаться в стороне от подобного рода обсуждений? Или необходимо принимать какую-то позицию? В стороне остаться можно, и большинство людей остаются действительно в стороне от любых обсуждений, острых вопросов. Они постят фотографии котиков, обсуждают меню, фотографируют еду и так далее. Нужно ли это делать всем? То есть каждый решает это сам для себя. Насколько для себя внутренне считает возможным, нужным обсуждать то, что происходит в стране, в мире, то, что происходит в нашем обществе. Или дистанцироваться от этого обсуждения. Но вы видите реакцию людей и в Москве, и в Кирове, и вообще там сейчас всё доступно, видно интернет-сети, как люди реагируют. И сегодня на Панихиде сколько было высказаний по всему миру, народ из каждой практически страны посчитал необходимым, по крайней мере, высокопоставленные лица высказаться по этому поводу. Те люди, которые остаются в стороне, как вы говорите, имея на это право, делая собственный выбор, вот они в большинстве у нас в стране или в меньшинстве, как вы думаете? А не в большинстве. Ну, это хорошо или это плохо? Это не хорошо, не плохо. Это так. Вот та сфера политики, та сфера общественных отношений, которая вызывает больше всего спросов. То есть, в принципе, я для себя это формулирую, как пути развития страны, кому мы ближе, к Западу, к Востоку, там какой-то третий путь, а ещё глубже. Вот я этот вопрос понимаю чисто мировоззренческий, то есть это догматическое мировоззрение или критическое мировоззрение, то есть конфликт двух мировоззрений, по большому счёту. Ну, это важный вопрос, не все их так формулируют. Все формулируют свою реакцию на какие-то произошедшие события. А эти произошедшие события, они происходят почему-то. Политическая деятельность, она тоже происходит там не на пустом месте. У неё есть предпосылки. Есть много сил влияния, и каждая сила влияния, она исповедует, ну, какую-то часть мировоззрения. Давайте про тех, кто постит котика в данный момент. Они очень утомились от этой борьбы. Они не хотят видеть, они не хотят ощущать и чувствовать, что это относится к ним. Что вот накал борьбы проходит по линии их судьбы, их семьи. То есть они создают вокруг себя капсулу непробиваемую и пытаются удержаться в ней. Это защитная реакция. Значит ли это, что как раз вот этот накал борьбы, о котором вы говорите, и эти все события, которые вот сейчас в течение уже там больше чем года следуют одно с другим, да, начиная там с Майдана и дальше то, что произошло на юго-востоке Украины, и дальше, и дальше, и дальше, что все эти события, заканчивая убийством Немцова, пройдут мимо этих людей, которые смогли создать такую капсулу? Нет, бесследно мимо ничего не пройдет. То есть все равно это так или иначе влияет на нашу жизнь. Это всегда влияет, это формирует мир, который останется после нас. Но здесь, с другой стороны, есть еще такой эффект. Чем больше людей вовлекаются в эмоциональную битву, да, и в доказывание там своей правоты, тем больше совершается там хаотичных, там, поспешных каких-то действий, решений. Выводов. Выводов. Но это собственные выводы. Решать-то все равно будут не те, кто в Фейсбуке сейчас сражаются. Собственные или подсказанные кем-то. Там действительно информационная война идет, информационные войны, я бы сказал. То есть это невозможно все объяснить, там, битвой двух государств, трех государств, каких-то конкретных субъектов. То есть война идет многосубъектная, война информационная, война на эмоциональном поле людей. В ней можно принимать участие, можно дистанцироваться. Если принять участие в этой информационной войне, о которой Вы говорите, которая развязана на уровне стран уже, принимать участие обычному человеку, простому в Фейсбуке или ВКонтакте и так далее, что это решает? Это решает многое. То есть от тех людей, которые в этом участвуют, зависит абсолютно все. То есть любые политические действия, они не в вакууме делаются, они опираются на мнение каких-то людей. То есть политики делают свои осмысленные действия, опираясь на то, что будет позволено им сделать в этом сезоне. То есть опираясь на какие-то мнения, развивая эти мнения, это не политики задают вектор, а люди своими эмоциями задают вектор, куда двигаться политикам. И конкретно эта фигура, они могут это довести до абсурда, завести еще больше людей в никуда, наделать ошибок. Но это видимая часть айсберга. Подспудно это желание людей. То есть у людей сумятица, смятение, эмоции, чувств, информации, когнитивный диссонанс, несовместимость знаний о себе, о стране, о своем месте в мире. И от этого происходит большинство конфликтов. Когда все случилось, в ночь с пятницы на субботу, можно сказать, потому что сама трагедия произошла в последний час пятницы, и все, понятно, узнали об этом уже, когда за полночь перевалило. Когда вы об этом узнали, какие первые чувства у вас возникли? Ну, это шок. То есть в это не хочется верить. В это не хочется верить не потому, что у меня какие-то особые чувства именно к Борису Немцову. Я достаточно прохладно относился к нему как к политику. Это еще одна ступень цинизма и наглости, до чего, понимаете, рамки возможного в нашем государстве раздвигаются. То есть, оказывается, теперь можно еще и так. И это показано, это сделано демонстративно, нагло. Теперь поступают еще и так. Что значит в нашем государстве теперь поступают и так? Ну, потому что это произошло в нашем государстве. То есть в зоне ответственности нашей государственной власти. Это происходит по всему миру, Олег. Это происходит по всему миру, но... В самых благополучных государствах. Мы живем в нашем обществе. Нам за него отвечать в первую очередь. То есть... Я просто хочу понять, да, вот что значит в нашем государстве? Государство допустило или государство теперь не может... Какое ощущение у вас возникло? Теперь не может меня защитить? Теперь я под угрозой? Или что? Как? Дело не в нас, там, как простых людей, да, что государство не может меня защитить. Дело в том, что все эти аналитики, политологи, которые предсказывали различные варианты событий, которые предрекали там все, что угодно, там, и защелялись в конспирологических теориях, кому выгодно, что выгодно, которые формировали уже не первый год всю ту информационную, там, политику у нас в стране. В первую очередь у нас в стране. Вот они почему-то не могли догадаться и не могли подстраховаться и не могли предупредить вот этого. Более того, там, большинство... Ну, вот я не знаю, я склоняюсь к тому мнению, что это произошло, там, не вопреки, а благодаря именно той самой информационной, там, компании, которая была проведена в стране. Не рассчитали? Ну, рассчитали, не рассчитали. То есть, открылась новая, там, дверь, там, в ад. То есть, это еще одна дверь. Что с этой дверью будет, там, закроется она, там, прикроется, или, там, демоны полезут через эту дверь. То есть, сейчас может быть все, что угодно. То есть, событие, будущее непредсказуемо. Будущее более-менее предсказуемо, там, в стабильном обществе, которое стабильно в своей динамике. Не в стагнации, там, не как болото загнившее, а когда все течет, все изменяется, но при этом есть стабильность и равновесность, там, различных сил, различных мнений, обсуждений. Олег, ну, тут можно поспорить, на самом деле, потому что, я не знаю, на самом деле, вдруг вы сейчас европейские страны тоже из таких стабильных, но развивающихся стран вычеркните, потому что там свои проблемы. Там, пожалуйста, вот тебе шарлеет дом. У всех, у всех есть свои проблемы. У всех есть свои проблемы. Мир уже не тот, что прежде. Готовиться к событиям, которые произошли, там, в мире, там, громкие события, там, прошлых лет, бесполезно. Новые события будут в любом случае не такие. В любом случае новые события будут нас шокировать. Вопрос, для какой степени? И что можно этому противопоставить? А что можно противопоставить? У вас есть мысли? Ну, мне приходит только то, что необходимо успокоиться и необходимо фильтровать весь тот поток информации, который, там, идет через нас, который нам пытаются, там, предоставить услужливо. Там, буквально, там, вчера на просторах интернета, там, отловил сразу несколько, там, явных, там, фейков, то есть высказывания от якобы, там, известных лиц. Которая, если поискать, посмотреть первоисточники, там, на иностранном языке, совсем, там, фамилии другие, то есть они этого не говорили, вот. Но уже выложенные тексты, они уже будоражат людей, люди начинают возмущаться, как, и, 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 и вот еще и он, куда он-то лезет, там, вот, еще ему надо, там, натреть. То есть полностью от этого отстраняться нельзя, но нужно научиться все это дело, как Вы говорите, разделять, фильтровать. Понимаете, есть понятие ценностей. Вот, если, вот, я для себя... Будем надеяться, что оно есть еще. Если я для себя считаю, что, что абсолютная ценность, там, жизнь человека, это абсолютная ценность, и ни при каких условиях, вот, там, нельзя, там, проявлять такую свою инициативу по лишению человека, там, жизни, вот, нельзя применять пытки, там, нельзя делать, ну, определенные вещи, то вот эта, там, абсолютная ценность, я постоянно любые события пытаюсь сравнить с ней. Как бы ни было заманчиво, там, крикнуть, там, там, Крым наш или что-то еще, вот, вот, есть ценность, там, законодательства, есть ценность, там, подписанных договоров, есть ценность, там, человеческой жизни, там, из-за, вот, геополитических, там, каких-то вещей, из-за, там, попранного чувства, там, самолюбия, вот, развязывать войну, там, с теми, кого, вот, вчера называли братьями, вот, я считаю, нельзя. То есть, и вот с этой точки зрения, виноваты все, виноваты все, там, там, многие, там, поступили не так, как от них, там, ожидалось, многие поступили некорректно, обидно и прочее, прочее. Вот, ну, вопрос, как поступим мы в ответ на какой-то вызов? Там, сможем сдержаться, удержаться и сохранить хладнокровие? Или не сможем? Это особое мнение руководителя Кировского центра поддержки НКО Олега Ткачева. А насчет ценностей, следующий мой вопрос, он касается уже непосредственно Кирова и Кировской области. Только что в дневном развороте обсуждали его Григорий Житнев, руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции, обратился к губернатору Никите Белых с предложением оснастить медицинские учреждения области комплексами «Бэби-бокс». Сделал он это после того, как к нему поступило письмо из организации, соответствующей сперми. Не буду сейчас подробностей вдаваться. Это все есть у нас на новостной ленте и есть у нас на сайте. Я вам присылала этот материал. Единственное, что я могла бы добавить, что я сейчас, когда ехала в машине, слушала «Дневной разворот», там активисты этого общества, которые продвигают эти идеи «Бэби-боксов», они говорили, что два года не могли добиться никакой реакции от правительства Кировской области. Я очень рада, конечно, сейчас, что глава Следственного комитета такое письмо губернатору направил. Ваша позиция – нужны «Бэби-боксы» или не нужны? Ну, смотрите, я с этой идеей создания «Бэби-боксов» знаком где-то около года. Более того, мы общались с представителями католического перехода Кировской области. Они предлагали и, более того, пытались сформулировать эту идею для написания на грантовый конкурс для социально-ориентированных НКО. Мы эту идею обсуждали. На самом деле, мне как человеку кажется, что в страшные времена мы живем, когда приходится принимать такие меры. Но вместе с тем, если вот эта непривычная для русского человека форма «Бэби-бокс», то есть куда анонимно мать может отдать ребенка вместо того, чтобы его убить и оставить рядом с музыркой, если это поможет спасти жизнь хоть одного ребенка, то все меры будут оправданы. А считаете ли вы, вот сегодня Дмитрий Матвеев, когда комментировал эту тему у нас в «Немного развалюта», он сказал, что необходимо пройти, необходимо общественное обсуждение этого вопроса. Если общество-то скажет, что да, давайте, тогда нужно задумываться как-то на эти деньги, чтобы были эти «Бэби-боксы». Ну, я повторюсь, там цена вопроса, она не такая большая. 265 тысяч «Бэби-бокс» стоит. Это там стоимость, там просто изготовления как таковое. Плюс еще необходимо там определиться, кто будет дежурить рядом с этим «Бэби-боксом», чтобы вовремя при поступлении сигнала принять ребенка, все службы. Это тоже, это не так дорого. Если это позволит сохранить жизнь хоть одного ребенка, то это уже оправдано. То есть сколько стоит человеческая жизнь? То есть для меня неприемлемо считать человеческую жизнь вот так вот в рублях, там 260 тысяч рублей или сколько-то еще. То есть это необходимо сделать, по крайней мере в пилотном режиме, и посмотреть, если это себя оправдает, то это надо делать. Если там за год, за два, там так ни одного там ребенка по каким-то причинам там не принесут, а продолжатся вот эти убийства младенцев, значит что-то не так. Значит эта технология, она не для нас. Новый омбудсмен может появиться у нас в стране. Его уже называют омбудсмен для женщин, женский омбудсмен и так далее. Член общественной палаты России предложил президенту учредить должность женского омбудсмена, обратился к Путину и сказал, что необходимо женщин наших защищать, в частности потому, что продолжается дискриминация женщин, в том числе и в России. И по половому признаку он описал и о том, как формировалась накопительная часть пенсии, и о том, что женщины получают меньше мужчин, и о том, что женщины подвергаются насилию, бытовому в частности. Вот нужен женский омбудсмен. Как вам нравится это предложение, еще одного, введение роли еще одного омбудсмена в нашей стране? Ну лично я не в восторге вообще как бы от такого селективного созидания новых государственных должностей омбудсменских. Я не очень понимаю, почему предпринимателям нужен омбудсмен, каким-то другим группам населения не нужен. То есть, если есть какие-то специфические проблемы у отдельной категории населения, да, действительно их необходимо решать. Мне кажется, что государственная система должна равным образом решать все накопившиеся социальные проблемы. Так в том-то и дело, Олег, что должность омбудсмена создается в связи с тем, что государственная система не решает эти проблемы. И вот есть предложение создать еще одну такую должность. Ну и каждый омбудсмен у нас так создавался, потому что необходимо осуществлять контроль за центральными органами власти, за периферическими. Ну, мое такое мнение, что может лучше начинать говорить об эффективности государственной власти как таковой, если она не может решить конкретные проблемы отдельных категорий населения. О ее забюрократизированности, о негибкости, о длинных цепочках принятия решений. Почему все это происходит? Ну, это происходит именно поэтому. Потому что проблемы отдельного, конкретно взятого человека, они почему-то не вписываются в стандартные цепочки прохождения вопросов через государственную систему. Вы все хоть одну, представляете, хоть одну государственную систему в этом мире, которая не была бы забюрократизирована. И осознавая вот эту систему, чтобы гражданин любой страны, европейской, американской, не захотел бы знать, что вот есть женский бизнес-омбудсмен, и я пойду в одну дверь к своему омбудсмену по-любому. Мне кажется, это деятельность не государственных органов, в первую очередь. Это раз. Во-вторых, по забюрократизированности, вы знаете, в разных странах разные правила, традиции и разная практика. Допустим, если зарегистрировать фирму, можно за пять минут, имея минимум документов, сдать налоговую отчетность тоже, как бы минимум бумаг и простые бланки в одних странах. В других странах это немножко по-другому устроено. То есть, когда нет проблем реализовать собственную инициативу, легкой регистрацией, вот на вот эти рутинные действия, при которых человек действительно сталкивается с государством, чтобы зарегистрировать свою инициативу, то я думаю, что половина вопросов бы к омбудсмену была бы снята. Но тем не менее, вот эти омбудсмены существуют по всему миру. Да, существуют. И даже в конституциях стран развитых фиксируются. Ну, это вопрос по употребностям. Вот я слышал, кроме вот этой последней инициативы про женщин, там омбудсмены по правам домашних животных, вообще по правам животных. Это уже у нас такие были инициативы. Да, были такие инициативы. Между прочим, очень даже может быть, что и нужно. Может быть. То есть, ну, если развивать эту тему, и каждый, там, отдельный, там, небольшой группе, там, большой, небольшой. Ну, вот этот кабинет министров, кабинет омбудсменов. Ну, да. Я бы вообще предложил, там, хорошо, давайте каждой категории дадим по своему омбудсмену, более вольно, там, на уровне регионов. Ну, давайте омбудсменов просто объединим в палату омбудсменов, и это и будет, ну, типа общественной палатой. Ну, собственно говоря, их уже, там, сколько? Их уже, там, надо считать. И вот инициатив в других регионах, там, появляются какие-то тоже экзотические омбудсмены. Ну, я вот, например, абсолютно не против того, чтобы создавать женский омбудсмен, был еще, там, омбудсмен по правам животных и так далее. У меня только один вопрос возникает. Какими полномочиями, и какими компетенциями, и каким влиянием будет этот омбудсмен наделен? Да, потому что, когда, естественно, углубилась этот вопрос, я посмотрела, что с 1809 года в Швеции, да, начали вводить должность омбудсменов, и везде сейчас они есть практически, но там, извините, там омбудсмены, они могут не ограничить, имеют право на неограниченный доступ к протоколам, документам, в том числе секретным. Право законодательной инициативы имеют, сейчас шведскую модель рассказываю, право инициировать дисциплинарный производство отношений лиц, которые неполнимы, требованы его, накладывать штрафы на правах чрезвычайного прокурора, начинать судебные преследования должностных лиц. Вот это может муцмены по шведской модели делать. В других странах немножечко по-другому, но тем не менее, вот это, я понимаю, права его, да, и возможности. Но вместе с тем, там, в той же Швеции нет такого, там, органа, как в нашем понимании, там, труд инспекции, Роспотребнодзору. Которые должны выполнять, собственно, обязанности этих самых. То есть у нас переизбыток государственных органов. Может быть, у нас уже есть выродившиеся органы, которые нужно заменять новыми, вот, какие-то должности. Может быть, но в таком случае, вот, я вот скептически отношусь к идее создания, там, новой государственной должности, потому что я не понимаю, как эта должность будет, там, вписана уже в существующую, там, государственную систему, там, и по полномочиям, вот, я не понимаю такой потребности в создании нового государственного органа, новой единицы. Если это на замену чему-то, там, отживающему, отжившему, то хорошо, давайте обсуждать. Тогда сколько чиновников, там, сократится там, чтобы прибавилось здесь. Это особое мнение Олега Пкачева. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся в студию. Особое мнение на 101.фм. Это особое мнение, и свое особое мнение сегодня высказывает руководитель Кировского центра поддержки НКО Олег Пкачев. Я бы хотела как раз сейчас об НКО и поговорить. Региональный фонд Центра защиты прав, средств массовой информации был внесен Ньюстом России в реестр некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Вот с представителем этого регионального фонда Галины Араповой, потрясающим совершенно юристом, очень профессионально, мы встречались совсем недавно на площадке в Политехе, и она рассказывала, как журналисты могут быть защищены с помощью специалистов этого центра, который теперь выполняет, как говорится, функции иностранного агента. При этом Галина Араповой самой вменяется, что она имеет влияние, давляет, ведет какую-то там политическую деятельность, политическую деятельность. Я не буду сейчас цитату приводить, всем, кому интересно, пожалуйста, можете обратиться и почитать. Но к вам такой вопрос. Все-таки существует ли какое-то целенаправленное вбивание определенных НКО в этот список иностранных агентов, или это всего лишь обычная рядовая проверка, и вот Центр защиты про средств массовой информации ее не прошел? Но это не рядовая проверка, это элементы нашей современной действительности. Кто знает предысторию, то есть поправки в закон об НКО, то есть ее деятельности НКО со статусом иностранных агентов, года два назад начала вся эта папе разворачиваться, была серия прокурорских проверок, по итогам которой искали-искали, попытались некоторые организации объявить иностранными агентами, но суды по большей части отказали. То есть первое удалось только голос, ассоциацию, называть иностранным агентом, и суд подтвердил. После этого еще раз поправили и разрешили, по итогам различных проверок, без решения суда просто вносить, с тем, чтобы потом когда-нибудь, может быть, это будет исключено. Сейчас подоспела новая волна поправок, связанная с тем, что теперь появился порядок выхода из реестра иностранных агентов. Буквально вот сейчас, 27 числа, я вижу публикации, Госдума разрешила НКО выходить из реестра иностранных агентов при определенных условиях. Вполне себе таких условиях, между прочим, нужно просто отказаться от использования иностранных грантов, фондов и так далее. На самом деле, вот те 36-37 организаций, которые на данный момент внесены, многих из них, деятельность многих из них, я знаю, с многими общались, в том числе общались с Галиной Араповой. Есть еще много других организаций. Зная специфику деятельности, на самом деле, ни у кого из этих организаций, внесенных в реестр, нет никакой связи. Вот их деятельность, которую они осуществляли на иностранные деньги, и вот та общественная, политическая деятельность, которую они просто сами по себе осуществляют. Вот, ну нет этой связки. И никак эти вещи вообще не взаимосвязаны. То есть, вот расхожее такое мнение, которое везде в интернетах, кто платит, тот и заказывает. Ну, извините, платят по одним контрактам, на одни цели, а жизнь-то намного многообразнее. И у большинства этих организаций подавляющее количество финансирования, оно наше, российское, именно государственное. Более того, по заказу наших государственных структур. А сейчас именно это же им ставится, ну, как политическая деятельность. Здесь, в целом, ну, вот этот вот закон, он очень конъюнктурный, он очень несправедливый, непродуманный. Хотя бы вот, вот никто не может не объяснить, да никто и не пытается объяснять, почему это касается только некоммерческих организаций. То есть, ну, некоммерческие организации, это такая специальная форма, там, юридических лиц. Сотни, там, тысячи консалтинговых, там, прочих, там, агентств, там, пиар-агентств, прочее-прочее, которые напрямую работают по западным контрактам, принимая деньги как коммерческую деятельность, там, коммерческие сделки, там, делают рекламные компании, там, занимаются консалтингом, сбором данных, там, и по этим, по официальным коммерческим контрактам, их это, возня с поиском иностранных агентов, почему-то не касается. Средства массовой информации, там, финансируемые, там, там, через рекламу, там, в основном, там, с западными, там, восточными, и прочими, иностранными, там, спонсорами, рекламодателями, именно, непосредственно формируют общественное мнение, вот, их почему-то это не касается. Касается, касается, как не касается? Ну, те, кто зарегистрирован на данный момент, никакие юридические лица, коммерческие юридические лица, сюда, вот, никак не относятся. Там, можно просто взять этот реестр, там. Ну, они не являются иностранными агентами, однако, вы же знаете, что сейчас участие иностранного капитала в СМИ имеет серьезное ограничение. Капитала. Но, тем не менее, кто платит, тот заказывает, вы же знаете. Это расхожее мнение. То, как работает в отношении некоммерческих организаций, то есть, любое поступление, там, из-за рубежа, как факт, и любая деятельность, которую, там, государство так или иначе может признать политической общественность. Правильно я все-таки понимаю, вот, если подвести итог по этому поводу, то все-таки эти проверки, они выборочные и конкретно целенаправленные? Сначала шли сплошные проверки, но после того, как ничего не наловили и поняли, что здесь копать нечего, то есть, есть такая версия, которая очень сильно подтверждается в последнее время, что дана команда, в каждом регионе должен быть найден хоть один иностранный агент. Шпион. Для реестра, чтобы внести в реестр, чтобы реестр не пустовал, чтобы это не было позорищем, что родили закон, а по этому закону, там, в этом реестре абсолютно пусто, там была торчала всего лишь одна организация, которая сама себя внесла, ну, не знаю, ради каких целей, то есть, какая-то совершенно нейтральная организация, вот, я написала заявление, не внесла себя в реестр агентов. То есть, сначала они только там находились, потом, вот, голос туда добавили через решение суда, вот, все остальные отказывались от такого почетного звания, там, иностранный агент. В итоге, вот, поправили и разрешили просто так, вот, без всяких доказательств, то есть, по результатам проверки. Просто включать. Я читал многие вот эти вот акты проверок, там, на многих листах, то есть, вот, их претензии, ну, они абсурдны, они никак не связаны. Все-таки внесение, Олег, внесение организации в список иностранных агентов, почему больше бьет? По имиджу этой организации в глазах населения, по сотрудникам организации в первую очередь, им больше негде работать или им вынуждены отказываться от этих денег, сокращать штат. Это удар, в первую очередь, куда? Кому? На самом деле, это просто игра в смысл. То есть, это наклеивание ярлыков. А на кому-то речь? Вот те формы отчетности, да, это дополнительная нагрузка, там, на административный, там, аппарат организации, там, в принципе, ничего сложного, там, сдать эти формы отчетности нет. Но вместе с тем, сейчас еще больше и больше, понимаете, они приняли закон, они пошли по этому пути. После того, как понимают, что не работает, гайки начинают подвеличиваться. Сейчас возникают предложения, и эти предложения уже осуществляются, что, а вот те организации, которые внесены в реестр и числятся официально иностранными агентами, чтобы государственные органы с ними не работали, не предоставляли информацию, не звали там, не участвовали в режиме там совместных мероприятий. То есть, блокируется деятельность этих организаций? Ну да, да, да. На государственном уровне? Да, да. Ну и при этом еще населению заявляется, что они иностранные агенты. Ну да. А на самом деле, вот, многим из тех организаций, кого лично я знаю, вот, по идее, по линии, там, там, профильных ведомств, на самом деле, им медаль надо давать за то, что они вместо государства закрывают, как бы, те самые дыры. Давайте вот еще о чем. Мы с вами просто давно про НКО не разговаривали, очень хотели, да? Ну, хорошо, действительно большое количество НКО пользовались иностранными грантами и поддержкой, это было разрешено, все пользовались. Вот что сейчас происходит в этом году? В прошлом году мы как-то часто с вами освещали те конкурсы, которые объявлялись, да, грантовые государственные, наши государства объявлялись на деньги для НКО. Что в этом году? Какова политика российского государства по поддержке некоммерческих организаций российских? В 2015 году? В 2015 году, ну, пока еще официально конкурсы государственные не объявлены, но я думаю, что они будут объявлены, там, ближе, вот, к весне, к концу весны. Вместе с тем сейчас ведется подготовка из того, что вот на данный момент известно. там, Нинэкономразвитие, там, насколько вот заявили в ноябре, то есть они собираются продолжать поддержку, в том числе и грантовые, там, социально-ориентированности некоммерческих организаций на системном уровне, то есть поддерживать ресурсные центры, но у них появляется новая такая опция. То есть поддержка не вообще, там, в виде выделения субсидий на какие-то проекты, а поддержка социально-ориентированных НКО, оказывающих услуги населению. Что это значит? Это означает, что, понятно, что оказывая услуги, там, пожилым людям, малообеспеченным и так далее, и так далее, каким-то уязвимым слоям населения, там, невозможно вот за социальные услуги принимать коммерческую стоимость, которая бы покрывала расходы организации. Потому, может быть, туда бизнес и не идет, что, там, с бабушек много не возьмешь. А НКО, они традиционно, они занимаются, вот, оказанием таких услуг. Но так как у НКО, там, нет денег, чтобы снимать офис в центре города по коммерческим расценкам, вот, нет денег, чтобы, там, нанимать, там, сотрудников и так далее, и так далее, им вот эти услуги с каждым днем оказываются, ну, нет финансовой власти. Сложнее и сложнее. И вот сейчас вектор направления поддержки социально-ориентированных НКО, это не просто, там, грантовые конкурсы на какие-то проекты, а поддержка именно процесса оказания услуг населения. Системная деятельность, я, собственно говоря, да? Ну, и то, и системная. Проект – это разовая какая-то вещь, а услуга – это системная. То есть проекты, они тоже, там, есть системные, да, и это продуманная деятельность конкретная, а здесь вот фондовая деятельность по оказанию услуг. Обещается, что будет поддерживаться. То есть мы ждем, вот, именно положение конкурса, там, где бы все это было прописано. Мы ожидаем, там, какие суммы будут на эти средства потрачены. Пока конкретики нет, но вот вектор определен. Ну, кроме этого, будет и, там, конкурс президентских грантов. А что в основном выигрывает? Какие проекты, какие, да, услуги, не знаю, что выигрывают президентские гранты? Ой, в президентских грантах там было, там семь операторов, которые, то есть семь организаций, которые… Определяют направление. Да, за каждым оператором закреплено, там, там, определенное направление. Например? Ну, например, там, работой с молодежью, там, занимается оператор Российский союз молодежи. Там, просветительские и образовательные программы – это общество знаний. Там, допустим, вот виды социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения – это, там, Лига здоровья нации. Ну, вот. Там, допустим, правозащитные проекты, и, там, это… Я понимаю, меня интересует вектор. Вот большое количество. Сколько вы считали с вами в прошлом году в Кировской области НКО? – Вообще зарегистрировано, там, около двух тысяч, там, плюс-минус, там, десяток. – А активно действующих, как говорили? – А активно действующих, ну, это нормально, то есть, их, там, пара сотен. – Пара сотен, около двух сотен, мы так говорили, две тысячи и двести. Вот я хочу понять, вектор меняется сейчас государственный по отбору проектов, которые представляются на грантовый конкурс? Или все так же, как было раньше, то есть, мы не чувствуем здесь никакого, там, давления в виде выбора? – Дело в том, что, вот, я уже говорил, вот эту мысль, там, произносил, там, сейчас хочу еще, там, более ярче сказать. Я считаю, лично я считаю, что это неправильно, чтобы некоммерческая организация, созданная гражданами самостоятельно, там, жила только лишь на субсидии государства, там, в любой форме, там, только лишь на государственную поддержку. Я считаю, что часть бюджета, там, некоммерческой организации должна складываться из поступлений, там, простых людей, будь то, там, личные благотворительные пожертвования или, там, оплата каких-то, там, хотя бы части, там, услуг организации. И часть бюджета организации должна формироваться за счет, вот, горизонтального сотрудничества, ни по указке, ни с бизнесом. И тогда не будет никакого сомнения в том, что государство как-то диктует, чем занимается НКО. Ну, когда, знаете, там, стоять на трех ногах, да, намного, как бы, стабильнее, чем стоять на одной ноге, которая меняется, шатается, и непонятно, что с ней будет следующим. Там, невозможно прогнозировать деятельность, как невозможно прогнозировать политику нашего государства. Но еще самое последнее увеличилось сейчас, по вашим сведениям, в 15-м году будет увеличен бюджет на поддержку НКО. Бюджет-то будет увеличен, государственный бюджет увеличен будет. То есть, если там в прошлом году 2, по-моему, с половиной миллиарда распределяли, то сейчас там 4 с чем-то там. По слухам говорили, что цифра может дорасти до 16, но это как бы, понимаете, это вот такая игра, что хорошим мы дадим, а все остальные в реестре иностранных агентов. А в реестре агентов, там посмотришь, это самые профессиональнейшие организации, которые именно своим деятельным участием, там много чего там. Ну, сейчас есть возможность, возможность, Госдума же утвердила, то, что мы сейчас с вами сказали, возможность выходить из реста иностранных агентов, просто нужно отказаться от этих денег. У нас, к сожалению, нет сейчас времени для того, что... Это понятно, что это провокация с моей стороны сейчас была, но мы с вами продолжим разговор и об НКО, и о других темах. Я напоминаю, что сегодня вы слышали особое мнение руководителя Кировского центра поддержки НКО Олега Ткачева, тут уже Ольга Болезина с новостями. Мы прощаемся со всем. До свидания.